здравствуйте это укрылась мы продолжаем наш прямой эфир и гость нашей студии дмитрий потехин политический аналитик блогер дмитрий здравствуйте добрый день давно вас у нас в гостях не было много вопросов сразу накопили к вам дмитрий ну главное наверное я знаю что и многие знают о том что вы долго находились в плену дольше чем хотелось бы но мы меньше чем многие пленные вот и к вам наверное тогда главный вопрос о том как решать с вашей точки зрения вот эту нашу военную проблему что делаете с минскими договоренностями главное с одним из аспектов об амнистии тех кто был вовлечен много вопросов сразу но минске до договоренности на самом деле нет никаких минске договоренности это попытка политических элит украинских и западных делать вид что они могут что-то сделать на самом деле это просто поза это это попытка сохранить лицо на самом деле даже если бы это могло повлиять то формат такой он он неприемлем на самом деле для обоих сторон которым являются не просто лидеры а люди и много нюансов но в первую очередь представители с украинской стороны им не доверяют не украинские граждане не люди по ту сторону блокпостов кучма является неприемлемым лицом для людей которые делали не одну здесь революцию в украине пытались еще не а советский режим здесь ликвидировать а с той стороны он тоже непонятно человек из прошлого который является частью проблемы не счастью решения поэтому он и его группа вот помощников они не пользуются никакой никаким уровнем доверия поэтому вот чтобы не было договорено в таком формате она в принципе не имеет никакого веса ну и тогда почему тогда кучма назначили я не я не знаю я понимаю зачем это кучма потому что мы для него это способ еще раз напомнить о себе и в очередной раз избежать попыток привлечь его к ответственности за предыдущие злодеяния вот и за режим который в общем-то благодаря ему в частности существует до сих пор в украине вот а зачем это украине я не понимаю ну как вы думаете состоятся там выборы так как это прописано минских договоренностях весной следующего года я не знаю ну хочется надеяться но если они там состоятся то не потому что есть минские договоренности а потому что например жители этих территорий они захотят избавиться от сегодняшних российско-донецко террористических элит местных путем так сказать условно легитимного их отстранения от власти через выборы вот но я сомневаюсь что им это удастся вот в условиях отсутствия свободы слова и нормальной конкуренции ненасильственные выборы честными быть не могут вот главный вопрос который тоже всех волнует в том числе и тех кто остались так называемых лнр днр то вопрос амнистии многие говорят что если мы начнем выбирать кого амнистировать кого нету процесс затянется чуть ли не на десятилетия поэтому должен быть алгоритм либо всех либо никому вот как вы я не знаю может быть вот ну я против амнистии террористам людям которые принимали участие в насильственных действиях вот я так понимаю что на таких людей в принципе не может распространяться амнистия вот поэтому ну это это всего лишь опять же частью процесса делания вида что что то есть какие-то договоренности вот какие-то телодвижения я не уверен что амнистия может распространяться например на людей которые расстреливали майдан и сбежали туда да и не должна распространяться наоборот я думаю выход из этого замкнутого круга это привлечение к ответственности этих людей где бы они ни были вот даже если они сейчас уже каким-то образом умудрились попасть в новую власть я думаю что выход это напоминание о том что вот элиты которые до сих пор частично на самом деле еще являются донецкими властными элитами потому что ну янукович сбежала в общем другие участники его режима они более или менее спокойно себя чувствуют ну в худшем случае они выходят под залог вот но но в принципе вопрос узурпации власти януковичем он не решен и и более того ему даже не меняют это меняют диктаторские законы расстрел майдана но они пытаются применить статью пятую конституцию украины в которой четко абсолютно записано что узурпация власти противозаконно вот и ну почему это не происходит другой вопрос уже но это не происходит ну нужно честно признаться что многим когда был майдан было очень много говори на преступлениях януковича и его окружении когда прошло время то выяснилось что со многих из них сняли санкции практически никто из них не был наказан я понимаю что это вопрос правосудия но что происходит в том что в основном инкриминировалось что ну кроме естественно на каком-то этапе уже там было очевидно применение насилия неоправданно им инкриминировали в основном коррупционное действие вот но в наших широтах к сожалению коррупция не является член чем-то уникальным то есть для сожалению для многих украинцев это ну это не просто приемлемая вещь а как бы быть не коррумпированным это почти быть дураком не умеющим крутиться да вот поэтому скорее это было как бы дань должному вот крутизне режима скорее вот но даже во время евромайдана никто не напоминал о том что янукович захватил власть и на самом деле не имеет права отдавать распоряжение в том числе расстреля майдана вот ну и ну и все остальные требовали его отставки как легитимного президента коррумпированного на легитимного и все его иерархии вот проблема ведь в чем что это отправляло сигнал все мои в первую очередь силовикам что они являются частью легитимного режима они обязаны выполнять приказы справедливости надо сказать что дмитрий так считал что режиме на кучу нелегитимный даже когда этот режим был в расцвете сил самым настоящим я помню я думаю что это был не рассвет сил как раз ну это свидетельствовало об отсутствии по крайней мере интеллектуальных сил потому что ну так менять конституции нельзя и непонятно было на что рассчитывают эти люди пытаясь вот под видом возвращения предыдущей версии конституции увеличить свою власть но мы попытались как-то наехать на наш конституционный суд и сказать что он виноват он конечно безусловно он часть этой конструкции изурпации был и он выступил прикрытием для этого но насколько я знаю юридическая экспертиза была фальсифицирована то есть не просто принцип а буквально даже документы которые позволили вот обосновать юридически это действие они были просто фальсифицированы в стиле вот фальсификации там выборов 2004 года вот удивляет меня другое то что ну те кто должен был бы признавать легитимность такого режима вот он как бы пропустил это мимо ушей и четыре года позволял наращивать наглости и вот потенциал насильственные этого режима поэтому вот если бы это произошло без насилия все я был бы очень удивлен как вы думаете мы вернемся еще к этому вопросу вопросу легитимности а он так или иначе мы к нему возвращаемся мы просто не называем этот вопрос соответствующим образом но все ведь упирается в то что мы мы нашли какую-то причину мы как гражданское общество если я могу причесть себя к таковому мы нашли какую-то более важную причину чем верховенство права и ну в данном случае это было евроинтеграция что на самом деле парадокс потому что идея европейская культура они держатся первую очередь на верховенство права и прав человека вот пытаться вот настаивать на том чтобы например есть подписал соглашение об ассоциации с украиной представляемая вроде бы вот януковичем это абсурд это это не соответствовало европейским ценностям поэтому вот в первую очередь этот вопрос должен быть обращен к представителям гражданского общества к аналитикам и журналистам которые они просто не придали значения но на самом деле мы все мы мы создавали условия мы как граждане для того чтобы это все закончилось насилием и в конце концов войной потому что очевидно что режиме януковича он пытался вот не просто раскрутить эту тему экстремизма вот он пытался построить и обосновать свое насилие вот как раз этим действием вот а получилось так что воспользоваться этим попробовал не только янукович для разгона майдана но и путин для аннексии крыма и легитимизации себя как собирателя земель русских или там советских вот поэтому это это механизм который дважды сработал дважды насильственной дважды против интересов украины и в основе этого лежат наши действия то есть по януковича тоже понятно и всех участников организаторов технических на них конечно в первую очередь но если бы мы им не позволили это делать если бы мы не делали вид что они право имеют управлять страной то этого не было вот в этом контексте как вы оцениваете происходящее сейчас политической жизни украины ну я оптимист я я думаю что рано или поздно вот мы так или иначе дадим ответ на вопрос как это случилось и я думаю что это поможет нам более ответственно будущем относиться к своим правам гражданским усиление власти новая конституция и масса других вещей децентрализации все прочие вещи вот как вы считаете в стране которая ведет военные есть фактически войну страна у которой аннексирована территория оккупированную территорию можем ли мы себе сегодня позволить децентрализацию можно ну это на самом деле основной выхода единственный вот потому что успех украины он желание людей здесь жить и работать вот учиться там детей растить но если этого не произойдет если вот украина не станет такой привлекательной то какой смысл и защищать тогда пока что я вижу по-прежнему очень много признаков неосоветских украине и и неудивительно что и многие украинцы разочарованы не только вот люди которые оказались террористами на востоке на юге чтобы те территории вернули чтобы там гражданам было понятно почему им есть смысл защищать свою землю как часть украины и кстати его технические вопросы военные вопрос он напрямую зависит от этого вот если там желание людей быть частью украины есть он желание ну есть она не очень массовая и пока что исследования показывают что неподавляющее но ник она конечно есть безусловно и вот я сейчас помогаю человеку который не побоялся будущие донецким жителям выйти на улице донецкая и в одиночку продемонстрировать свое несогласие с режимом террористов сейчас это было в прошлом году вот я сейчас ему помогаю он вынужден естественно был покинуть эту территорию вот но прежде чем он сделал это в отличие кстати от многих беженцев перемещенных лиц вот он он вышел и продемонстрировал это там что он карикатуры на лидеров террористических вот этих всех разместил это сергей захаровым на самом деле в мире он более известен сегодня может быть даже чем украине вот и сейчас он рискнул выдвинуть свою кандидатуру в мэре мариуполя шансов конечно никаких нету вот это просветительская программа такая вот но я думаю что и и в мариуполе и в другие части украины люди должны знать что происходит в донецке самом деле пока что вот я не вижу полного понимания того что там происходит на оккупированную территорию митра копирована конечно там мы мы не привыкли по крайней мере говорит так и редко можно услышать что в донецке фактически сейчас есть концлагеря вот и вот в таком одном из таких вот таком с лагерей меня держали вот в другом сергея вот и там различие степени да вот там нет газовых камер все остальное принципы те же я был в германии недавно на конференцию летал и я по дороге назад заехал в дахау мемориальный комплекс я посмотрел как нацистские концлагеря были устроены там конечно с менеджментом было получше чем у русских донецких террористов но принципы те же иногда даже жестче в некоторых неужели они до сих пор сохранились уж у нас сложилось такое впечатление что там как но это тип организации конечно то есть советский тоталитаризм он принципиально ничем не отличался от нацистского тоталитаризма и как бы наверное человечность она разная может быть анти гуманность она очень похожа как правило вот то есть они вот до сих пор и сегодняшнего дня не сидят сегодня я не знаю по моей информации по-прежнему там военный объект вот где меня держали так он это концлагерь изоляции это бывший завод вот обнесенный советских времен колючей проволокой там несколько точек в которых держат людей принуждают к работе допрашивают параллельно там по крайней мере некоторое время вот пока меня там держали там была и база этих террористов одного из подразделений называемая мгб министерство государственной безопасности днр вот ну вот это это я не знаю до сих пор летом есть я пытаюсь время от времени как бы привлекать внимание к этому но я не знаю насколько знают международной организации осознаю то что происходит за время моего там пребывания там никаких международных организаций наблюдателей там никакого красного креста и близко не было сколько вы были 48 суток это очень большой период это огромное количество ну да мне хватило вот сегодня кто-то ведет следствие поэтому кто вас похищал кто вас там держал если какие-то данные можете ли вы назвать людей ведется ли какое-то следствие что это кстати кстати о вопросе об амнистии вопрос об амнистии конечно люди безусловно известную часть я установил часть свидетелей дала показания вот есть дела соответствующие и в украинских органах и в международном суде уже поэтому рано или поздно они будут привлечены к ответственности все-таки какая какое-то следствие ведется и список вот таких людей люди там должны знать о том что это это не пройдет все безнаказанно вот и амнистия не будет распространяться на тех кто издевался над людьми даже если они делали вид что они строили там молодую республику как не одна следователь там сказала ну дима тоже понимаешь у нас тут еще вот молодая республика ну а суд не собираетесь потому что там даже нет механизма обвинения то есть меня иногда спрашивают дима в чем тебя обвиняли но игры ну вот по сути вопросов это похоже было на вот обвинение там шпионажа это что там оранжевую революцию организовывал якобы чуть ли не один вот и и встречные вопросы им знают ли они там жертв погибших или избитых во время оранжевая революция естественно не могли позитивный ответ дать и и все это абсурдом звучало это сидим этот допрос в центре войны фактически которые они организовали и поддержки путина вот и мне пытались инкоминировать ненасильственную успешную революцию при том что януковича они сами все ненавидят уже они считают что он их кинул что он должен был расстрелять майдан и кинул и все а что вот он сделал по вашему не пытался если бы он пытался он бы там за 15 минут ну в общем то не удалось это сделать благодаря силе украинского сопротивления и они вот его ненавидят не за то что мы его ненавидим за то что мы его пытаемся привлечь к ответственности вот за то что мы не все далеко ну вот как естественно вот люди с оружием тем более те из них кто принимал участие на самом деле в расстреле майдана они конечно знают как все это было вот но но до сих пор вот это они не знают они они не понимают они не слышали о том что янакович узурпировал власть вот они не знают что избирали они его для одного чтобы он был президентом да и они обижены конечно на все остальные части украины что она не дала попрезидентствовать их как бы земляку но они они не знают что вот они избирали его для того чтобы он стал президентом а он захватил власть я думаю что многие бы вот немного по-другому относились к нему и понимали бы что в общем то он злую услугу оказал вот такую политическую мягко говоря своим избирателям вот а мы мы пока что вот сами как-то пытаемся обойти эту тему не то чтобы помочь вот людям их политическими взглядами узнать об этом поэтому это это не это не прошлое понимаете это то что до сих пор определяет сегодня логику политического процесса общественного в этой части мира но вот важный вопрос о том как говорить с той частью вот с оккупированной недавно возник скандал между журналом национальной академии наук социологии вот и и с другой стороны министерства образования когда свой вопрос что из десяти выступающих на крупном столе один из участников представил точку зрения так называемых сепаратистов одни скандалы чуть ли не вот там наказать тех кто у нас тут киеве к этому был причастен и так далее вот в случае можно можем ли мы здесь публиковать показывать по телевизору я не знаю печать естественно информацию интернете людей которые высказывают другую точку зрения которые говорят что вот совсем наоборот конечно тоже мы естественно и мы на самом деле этим отличаемся от них что мы можем мы позволяем существовать и мы можем услышать и мы можем возможно что-то предложить в ответ то есть не страшно если вот абсолютно страшно другое мы об этом уже говорили я не хочу повторяться страшно другое мы ищем мы на самом деле ищем оправдание мы пытаемся найти проблему исключительно с той стороны она нам есть это очевидно это ясно но эта проблема низкого образовательного уровня там ну вот я сейчас немного помогаю в мариуполе демократической проукраинской части сообщества местного там люди которые вот они они хотят жить цивилизованно при демократии но поскольку там всегда все было за за консервировано одной партии то даже те кто хотят демократии они просто не умеют они не знают ну вот на техническом уровне как организовать например честные выборы как протест организовать мирный так чтобы это не превращалось в столкновение вот другие вещи как общественное давление организовать чтобы очевидная фальсификация не проходили вот так вот спокойно вот и и вот ну если мы хотим им помочь вот то то естественно мы должны как-то вот минимально следить за своим уровнем от соблюдения норм и принципов поэтому опять же начинать надо себя и и тогда тогда все получится уже несколько раз возвращались к мариуполе но давайте немножко вернемся туда расскажите пожалуйста как там выборы то вот могли не состояться вдруг неожиданно но вот я не верю как 1 раз и состояться мне на служить но не напечатали бюллетени когда это в истории независимой украины такое случилось что произошло смотрите там просто то что мариуполь контролируется украина это мягко говоря преувеличение то есть технически военно и вот полиция до милиция там вот как раз полиция была запущена вот но политически это это не просто режим януковича это совок полный это вы про умы людей это бюрократические процедуры она уже все до взаимо определяется поэтому там есть люди которые очень не хотят того что произошло в донецке именно поэтому там кстати вот и захаров выдвигается в нужную он вот свой дом потерял да здесь за грамм который протестовал сергей и и он видит он знает как бы я я вижу как он переживает когда вот он улавливает те же вот модели поведения ситуации когда с которым он сталкивался в донецке вот и и и и и там как бы вот он мариуполе пытается помочь предотвратить то что произошло в донецке вот но она по сути например ну к примеру чтобы белословным ну вот эфир так вроде бы свободный телеканал вот в мариуполе который вот украинский мариуполя перед эфиром могут предупредить вас о том что не надо ничего плохого говорить о россии например да ладно не жили это правда не это вот я реальную историю перескать причем это не не людям которые вот с другой планеты прилетели и вот а человеку который вот там два ребра сломали да вот русско-донецкие террористы вот за то что он высказывал свою свободно позицию вот это это не в донецк да это это не тридцать седьмой год это это и мариуполь сегодня украинский якобы вот мариуполь свободный вроде бы город на контролируемой украиной территории и во всех остальных случаях вам такого не скажут но по сути все сми там контролируется спонсорами режима януковича который кстати у украины особых претензий к их металлу нету как и многих других спонсоров януковича мари поэтому вот ожидать что возможно честные выборы когда нет независимого судебной системы люди не придерживаются норм закона когда там агитация например проходит прямо в здании избирательной комиссии ну вот не этой предыдущей версии избирательной комиссии там сейчас уже третья по моему вот реитерация но там настолько вот этот монолит регионалов заставлял ощущать себя не просто дома домов которые вообще все остальные тут не могут появиться что они рос да да вообще по нет и со спросом то есть они прямо городскую комиссию избирательную они организовали в доме культуры ильича завода то есть одного из предприятий ахметовой и здесь же вот там мы приходим попытки получить удостоверение кандидата здесь же накрыты поляны вот этих взяток избирателям и здесь же выступает кандидат от этого же завода и общается с этими избирателями несчастными и вот это все в порядке вещей и удивляет что мы пришли всем кандидатам дают такое вы не пробовали там выступить не может они по вам брони но мы выступили своими методами конечно вот мы когда поняли что это цирк мы мы решили поиграть по их правилам и конечно вот ну художников это приори лучше может получаться чему тех потому что те цирка чья не вынуждены серьезных людей исполнять да вот там обещать вот в рамках закона а я после третьей попытки сергея получить удостоверение кандидата вот и носа гену ты в художник или нет в конце концов нарисуй себе это удостоверение другим и другим кандидатом нарисуем вот мы приходим комиссию это говорим ну как как а члены комиссии так вот нос у нас самих удостоверений нет членов комиссии и мы вам нарисуем давай вот и ну конечно это вот это все цирк но здесь единственный способ таких ситуациях это продемонстрировать насколько на самом деле они вот серьезными лицами вот просто нарушают базовые принципы и закон просто таким удостоверение то чего нельзя выдать вот это просто для меня загадка ну вот по той же причине что и бюллетени невозможно было напечатать бумаги в стране не но я думаю причина другая но в конце концов да вот там чего-то нету вот нету делом же типография тоже была вот ахметовская то есть там как мини-царство такое сейчас вот в эта комиссия вроде уже пытаются иначе действовать и и печататься бюллетени будут другом месте и и комиссия сама теперь в таком месте который напоминает не цирка другое вот мероприятие теперь она например смеетесь я думаю что это подразумевает я держиваете улыбку продать что все таки все таки я я хочу верить в то что верховенство право старшествует и это прекратится вот как цирка будет как избирательный процесс вот но была попытка в шахматном клубе организовать комиссию благород красиво да вот антураж вот сейчас рядом шатманным клубом но тоже это ассоциация игр международная там и это вот имеет отношение больше к спорту чем к избирательному процессу пока но члены комиссии талантливые глава комиссии всесторонне развита и я не могу понять вы сейчас шутите жестко или просто серьезно говорите вот как-то не читаются по вашему лицу там там все очень серьезно знаете там я я вот все соскучился киев вернулся недавно скучал а сейчас уже понимаю что мне начинает не хватать мариуполя снова потому что так вот так такого нету нигде уже сейчас наверно ну что вот все таки в других городах там где проблемы были собирательным процессом там это там это все очень серьезно и скучно вот и там ну будем надеяться что это такая будет скучная демократия вот но но конечно вот такого цирка как мариуполя нигде нет ну как вы думаете выбрать это там состоятся все-таки в конце концов алине конечно рано или поздно безусловно ну а вот лучше рады я думаю что поздно чем рано как я думаю что ну ну они имеют шанс дело в том что на самом деле даже вот когда такой монолит провластный то вот методами сопротивления ненасильственного и вот такое привлечение внимания общественности и киева и мира это с этим можно бороться и более того там ну дело в том что есть еще один момент там все-таки очень многие хотят голосовать за тот же старый режим то есть безусловно поддержка и реально демократических сил либеральных есть но но многие по-прежнему в восторге от идеи например отдать город назад нет инвест вот который там была попытка как бы вот все эти коммунальные предприятия вот образование медицину отделить от вот этого советского монстра старого неэффективного и многие недовольны вот я не я я не думаю что это полностью удалось сделать вот но даже вот такая попытка вот все-таки город превратить в нормальной цивилизованной она она очень много недовольства породила и результате там могут прийти к власти демократическим путем но старые элиты которые делают вид что они борются вот с этой несправедливостью хотя на самом деле это элиты которые представляют тот же нет инвест и те же иерархии вот ахметова поэтому это сложно но это можно вот плюс вот этот закон новые выборах он он несовершенен но он предполагает возможность это взрыва избранников вот и кстати мне кажется что сейчас многие задумались о возможности применения этой нормы и в случае с другими выборами в других городах и например гимпер трактовски мы недавно узнали что новый мэр оказывается поддерживает сохранение неосоветских практик там название города который мы по сути это город несущий в название имя советского убийцы вот поэтому отзыв неудачно избранных вроде бы продемократичных кандидатов он будет актуален и популярен и я думаю что это решение не только для периода после уже выборов но это возможность для участников процесса как-то более спокойно отнестись к возможному проигрышу да и строить как бы свои стратегии гражданские избирательная более долгосрочно с перспективой с возможностью и главное с потенциалом отзыва избранников которые не оправдали доверие и это для украины это новая абсолютно форма и я думаю что гражданское общество украинское она это может сделать и умеет то есть у нас как бы у нас сложно очень собрать людей на поддержку кого-то но у нас очень просто к счастью и это это хорошая многие считают что это такой вот как бы склонность к революционности но на самом деле все западные общества они потому западной вот и потому правовые что там люди регулярно это делали и кстати не так часто без насилия как украине пока что вот с насилием но но украина умеет без насилия отзывать и привлекать к ответственности злоупотребляющих доверием но еще вот важный вопрос ведь местные выборы показали что бывшие члены партии регионов так или иначе все-таки снова получили восток то есть они получили легитимность то которого еще сказали могут получить там и во время второго тура вот выборов или третьего да как хотите назовите в мариуполе и других городах вот не считаете ли вы что получив легитимность таким путем что мы снова можем получить какие-то вот сепаратистские настроения в регионах или все-таки так тяжело и болезненно вот сейчас на этих оккупированных территориях что уже никто не будет рожать я я я думаю здесь вот у меня плохая новость для вас в этой новость просто ну как бы вот аналитический взгляд но но смысл в том что слухи о возвращении регионалов преувеличены по одной простой причине они на самом деле никуда не уходили и опять же здесь мы возвращаемся к теме узурпации власти отсутствие ответственности за это и но я вынужден к этому обращаться не потому что это как бы вот единственное объяснение когда аналитическое да вот я верю что многие по крайней мере от меня это слышали уже но дело в том что это вещь которая не просто аналитические объясняет да то есть как бы вот как конструкт интеллектуальный а это штука которая определяет логику события то есть это тот случай когда аналитика действительно имеет отношение к реальной жизни именно поэтому вот я вынужден возвращаться к этой теме и может быть существуют другие какие-то выходы но мне кажется что без этого мы так или иначе будем вот наступать на те же грабли то есть это это сепаратизм да и нежелание части людей быть частью украины да но но мне кажется что кроме этого вот территориального сепаратизма у нас серьезнее другой сепаратизм это вот наш сепаратизм очень банальных простых скучных но принципов верховенства права ну и последний вопрос традиционный ваш прогноз на до конца зимы что ожидает украину масса всего же там прочь это хорошего и плохого вот долг россии надо отдавать все поговаривают то что не просто путин решил джону россии путин решил быть джентльменом он сказал что ничего страшного предлагаем платить по миллиарду в год не страшно все нормально такая кстати не понимаю почему какой долг кто должен ну путин давал кредиты последние четыре года кому путин давал кредиту человеку который делал вид что он президент так и и правительству которое дело вид что но правительство украины на самом деле мы знаем что эти люди фальсифицировали конституцию они начиная с 2010 года середины они были узурпаторами в правовой сфере тоже не доказать ну дело в том что вот это вот если бы это было так легко то на самом деле это абсолютно очевидную банальную вещь вот мы бы обсуждали не как идею а как вот юридический факт частности вот и кстати вот если вы обратили внимание на основания на которых вот сейчас украина получила возможность не рассчитываться перед россией согласно стандартам международного валютного фонда то даже сам мвф вынужден был изменить свою процедуру и и требования и и причина здесь немножко глубже чем просто поддержка западом украины в том что в числе кредиторов режима януковича был не только путин но и западное правительство и международные финансовые структуры включая тот же международный валютный фонд конечно только хотел вам об этом сказать вот поэтому если ставить этот вопрос серьезно если бы мы серьезно отнеслись к узурпации власти януковичем и признали вот эту узурпацию они признавали януковича президентом украины то бюджет украины на сегодняшний день легитимно мог бы быть гораздо больше то есть по крайней мере сейчас бы речь шла не о достижениях украинского правительства реструктуризации скольки там 20 процентов до частных вот а о стопроцентной реструктуризации списанию долга во первых во вторых украина должна была бы поставить вопрос об ответственности не только россии за аннексию и начала войны против украины но и перед западом за поддержку нелегитимного правительства и фактически способствованию узурпации власти януковича на сегодняшний день вопрос был бы ответственности а не возврата украины денег то есть там какие-то долги были с предыдущих периодов то есть это да и вот ответственность украины как ответственного кредитора должна была бы заключаться в реструктуризации этих долгов вот такая неожиданная все остальное ну это неожиданно как раз потому что мы на самом деле вот очевидную просто за этой вот очевидно и банальной история об узурпации власти стоит не просто там то вот как мы называли януковича да и как сотни и тысячи украинских журналистов там ежедневно напоминали украинцам что он президент плохой там коррумпировали но президент вот а сегодняшняя наша жизнь в том числе условия вот реформирования страны они зависят от этой истории потому что эти деньги нам надо вот откуда-то взять и и и параллельно создать здесь в стране условия для конкурентной экономики привлечения инвестиций внешних и внутренних нормальных и и защите этих инвестиций а если завтра здесь кто-то снова вот узурпирует власть а мы будем делать вид что все руки это то как вообще тогда можно говорить о защите там частной собственности если мы даже свои гражданские права не можем защитить спасибо вам большое я хочу напомнить нашим зрителям что гости нашей студии по дмитрий потехин политический обозреватель блогер дмитрий спасибо вам спасибо всегда рады видеть вас у нас в студии а вы оставайтесь с нами в следующих костей в следующих костей